Сегодня посмотрим и послушаем такой самый, что ни на есть, походный вариант. Это аудиоинтерфейс от Presonus AudioBox Go формата 2 над, то есть два канала на вход и два канала на выход. Друзья, здравствуйте и добро пожаловать на канал Давай Запишем, здесь мы с вами говорим о Pro Audio. Когда я говорил, что эта штучка походная, я нисколько не врал, она действительно, во-первых, миниатюрная по своим габаритам, во-вторых, она очень и очень лёгкая, но для меня это скорее минус, всё-таки люблю потяжелее. Что мы найдем с вами в комплекте? Мы найдем вот такой проводочек USB для подключения этого интерфейса к компьютеру, ну и, соответственно, сам интерфейс и набор дополнительного подарочного программного обеспечения, которое поможет вам творить сразу из коробки без каких-либо лишних докупок. Давайте смотреть, что у нас здесь вообще имеется. Два канала. Первый канал оборудован микрофонным предусилителем, это XMAX на 50 дБ. Сейчас вы можете, кстати, слышать работу этого самого микрофонного предусилителя, потому что мы всё пишем на петличный микрофон, используя этот самый аудиоинтерфейс. Усиление у нас дано почти что полностью. Второй канал у нас инструментальный. Если первый канал имеет комбинированный разъём и поддерживает как микрофонные, так и линейные подключения, причём микрофоны можно подключить динамические или конденсаторные, например, сегодня мы работаем на конденсаторном микрофоне и подаем фантомное питание, которое для этого необходимо, то второй канал у нас инструментальный. Это всё, что касается гитар, басов и подобных инструментов с особым инструментальным сопротивлением. Второй канал подключаем и работаем. То есть в итоге мы можем подключить к первому каналу микрофон для вокала, во второй канал подключить гитару и записать какую-нибудь композицию, что мы с вами обязательно и сделаем ближе к концу ролика. Очень интересная ручка находится у нас спереди корпуса. Это регулировка соотношения сигнала, который приходит к нам на входные каналы аудиоинтерфейса к сигналу, который у нас проигрывается на компьютере. Например, таким образом мы можем настроить мониторинг с нулевой задержкой, который был бы для нас максимально комфортным. Записываем вокал под минус, настраиваем, чтобы у минуса была своя громкость, у вокала была своя громкость, чтобы вы всё прекрасно слышали при этом и минус, и вокал. Если мы с вами говорим о мониторинге, то здесь он раздельный, то есть у нас имеются две раздельные ручки. Большая отвечает за громкий контроль, сзади у нас пара балансных разъемов, пара балансных джеков больших для подключения мониторов. Ну и здесь имеется маленький разъемчик, ну как маленький, большой джек для подключения ужного мониторинга для тихого контроля. То есть мы можем что-нибудь записать с вами в наушниках, откинуть их и послушать на колонках больших, что мы с вами всё-таки успели сотворить. Что у нас сегодня по преобразователям? До 96 килогерц на 24 бита. В принципе, значения вполне себе средние по всей больнице. С чем работает эта штучка? И это тоже достаточно важно, потому что что-то походное, и мы уже не мыслим что-то походное без возможности подключения к телефону. И здесь такая возможность действительно имеется. Можно работать как с iOS, так и с Android-устройствами где-нибудь в поле, потому что всё необходимое питание эта коробочка берёт по USB. Опять же, если вы работаете с компьютера, что мы сейчас делаем, например, то всё то же самое необходимое питание у нас идёт по шине USB, дополнительных батареек, дополнительных блоков питания. Здесь не потребуется, как и доступа к розетке, и это просто замечательно. Ну и, конечно же, штатно стоит упомянуть Mac с Mac. Эта штучка также прекрасно дружит. Если на Windows нам понадобится скачать универсальную контрольную панель для продуктов Presonus, то с Mac, насколько я знаю, там всё намного легче. И с тем же самыми ASIO драйверами там запариваться не стоит, всё работает с лёту, как часы. Ну это достоинство Mac. Мы маководов с ними давайте и оставим. Посмотрим задержку. Задержка это очень важный параметр, особенно когда речь идёт о записи электрогитары с мониторингом в режиме реального времени. Что я имею в виду? У вас, допустим, загруженный проект, и вы выставляете такой размер буфера, чтобы ваш проект хоть как-то воспроизводился. Вы начинаете записывать гитару, и вы слышите, что ваша гитара то ли двоится, то ли запаздывает. Это и есть та самая задержка обработанного звука. И этот параметр нам очень важен, особенно если мы выбираем аудиоинтерфейс, который мы будем использовать для записи гитары в нагруженных проектах. Например, параметры задержки для этого интерфейса выглядят следующим образом. Мы их намерили лично в студии, у тебя своими руками проводил эти самые измерения. Давайте перейдём к тестам и послушаем, как AudioBox Go отрабатывает на живой работе, так её назовём. Я сам не свой. Иди со мной. Нам надо быть очень далеко. Я сам не свой. Иди со мной. Иди со мной. По-волнам, 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 твоим рукам так долго по-волнам уйду я. По-волнам, 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 знаю сам, что просто не смогу без тебя. Пресонус AudioBox Go это именно что? Мобильный аудиоинтерфейс. То есть его достаточно комфортно, можно брать с собой в дорогу. Он очень лёгкий, он не требует дополнительного питания, с ним можно записать звук как с микрофонов. Повторюсь, что это динамические конденсаторные микрофоны, можно подключить музыкальный инструмент, что-нибудь наиграть, допустим, какое-то демо в дороге и так далее. Лично моё мнение по микрофонным предусилителям, если вы собираетесь работать с подкастами, с дикторским голосом и собираетесь вместе с этим аудиоинтерфейсом приобретать себе динамический дикторский микрофон, то вам потребуется либо микрофонный активатор, дополнительный микрофонный предусилитель, либо на свой страх и риск. Я бы на вашем месте всё-таки посмотрел в сторону другого аудиоинтерфейса, потому что здесь мы используем конденсаторный микрофон. Весь сегодняшний ролик был записан с помощью конденсаторного микрофона, петлички на мне и вот этого аудиоинтерфейса. Как видите, усиление у нас почти что выкручено полностью, и только вот в этом положении я получил плюс-минус нормального уровня волну, которую я и добивался. Что-то мне подсказывает, что динамическими микрофонами будет чутка посложнее. В общем так, друзья, будет очень интересно узнать у вас, что вы думаете по поводу этого аудиоинтерфейса. Возможно, вам уже посчастливилось им попользоваться. Обязательно напишите в комментариях свои впечатления, мы будем очень ждать весточки от вас. Это был канал Давай Запишем, здесь мы с вами говорим про аудио. Друзья, я не прощаюсь, а говорю лишь до свидания. До встречи в следующем ролике. Почему-то сомневаюсь, что здесь есть 50 децибел, хотя возможно тут 50 действительно имеется, и я что-то... что-то... нет, херня. Еще раз. Прессонус аудиобокс го может пригодиться, если у вас нету денег на РМИ Бэби Фейс ПРО.